Желание сделать селфи оказалось смертельным для жительницы Владивостока. Несчастный случай произошел в ущелье Щеки Дарданеллы, одном из любимых туристических маршрутов фанатов горного туризма. Одна из участниц группы сорвалась со скалы высотой несколько десятков метров. Падение оказалось фатальным. Прибывшие спасатели подняли тело женщины только к вечеру. В Приморском крае 19 октября произошла трагедия. Группа туристов из Владивостока отправилась на экскурсию в ущелье Дарданеллы в партизанском районе. Это горная долина, которая тянется вдоль реки Тигровой. Одна из участниц похода, 40-летняя жительница Владивостока, хотела сделать красивый кадр, но оступилась и сорвалась с 70-метровой высоты. Ее коллеги, в надежде на то, что женщина еще жива, вызвали сотрудников МЧС России. Ущелье Щеки Дарданеллы находится в партизанском районе. Это горная долина, которая тянется вдоль реки Тигровой. Маршрут к вершине довольно простой, поэтому популярен у многих туристов. Особенно большой поток посетителей здесь в выходные дни. В ущелье Щеки Дарданеллы есть деревянный мостик, на котором обычно делают фото на память, а роуп-джамперы совершают с него экстремальные прыжки. Прибывшие на место происшествия спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСОМЧС России обнаружили тело женщины без признаков жизни. Далее спасатели эвакуировали тело на носилках вниз по дороге и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали гибель женщины. А тем временем туризм в Приморье в эти дни золотой осени продолжает собирать кровавую жатву. Так три человека перевернулись на внедорожники и погибли на таежной дороге в Приморье. Авария произошла в 15 километрах от села Малая Кема в Тернейском районе. По предварительным данным, водитель внедорожника Исузубик Хорн не справился с управлением, съехал в Кювет и автомобиля прокинулся. Всем погибшим было от 33 до 36 лет. Экстремальный туризм набирает всю большую популярность у жителей края. И адреналиновый голод или желание запостить крутую картинку в Инстаграм все чаще побеждают инстинкт самосохранения. Но как показывает статистика, ангелы-хранители успевают далеко не ко всем. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.